Три внедорожника, квадрацикл, медикаменты, медицинские инструменты, коробки со сладостями. И это еще не все содержимое очередного гуманитарного груза, отправленного волонтерами Тверского штаба «Помощь Донбассу» в зону проведения специальной военной операции. Приобретены все эти ценные позиции на пожертвования жителей Верхней Болжья. О том, как делаются добрые дела, рассказывает наш корреспондент. На складе волонтерского штаба «Помощь Донбассу» кипит работа. Постоянные координаторы и приехавшие к ним на помощь сотрудники тверских организаций загружают ценный груз, который в этот же день отправится в зону СВО. В коробках медикаменты, техника, одежда, консервы и десятки упаковок с печеньем – сладкий подарок от предпринимателей. Большая часть груза закуплена на пожертвования жителей Верхнего Болжья и даже других регионов, которые, узнав о штабе, присоединились к нему, пусть даже и дистанционно. Мы всегда говорим, что маленькой помощи не бывает. Есть люди, которые имеют возможность поджертвовать и 50, и 100 тысяч рублей. А есть люди, которые каждый день по 50, по 100. Все суммы собираются в нашей группе. Все это волонтерские средства пожертвования обычных людей Твери, Тверской области и всей России. Люди уже присоединяются. Порядка 4,5 тысячи человек уже в нашей группе. Поэтому спасибо им большое. Коробки волонтера загружают в автомобили, которые также отправятся на подмогу нашим бойцам. Причем три внедорожника и квадроцикл доставят эвакуаторами, чтобы сберечь моторесурс. Особенно ждут этот пикап. Все данные транспортные средства будут работать в зоне СВО. Например, машина «Гром», она поедет для нужд ПВО, будет переоборудована под радиолокационную станцию. С начала этого года добровольцы приобрели, переоборудовали и укомплектовали, отправили в зону СВО уже шесть автомобилей. Самой универсальной и надежной подругой зарекомендовала себя простая обычная буханка, рассказывают волонтеры. Вот эту пожертвовала администрация одного из муниципальных образований. Буханка она очень актуальна, потому что она проходима, она дешевая в ремонте, она помогает перевозить как раненых, так и различные провиант, провизию необходимые средства. Ну а квадроцикл пройдет там, где не пройдет ни одно транспортное средство. Как рассказали волонтеры, от загрузки до отгрузки непосредственно в руки принимающей стороне сейчас проходит чуть больше суток. Часть коробок будет встречать инициатор создания штаба Ольга Левитина, которая сейчас работает в одном из госпиталей в зоне СВО. Напомним, что штаб был создан в феврале 2022 года. За полтора года существования он объединил в одну команду более 4000 активных участников, силами которых были приобретены и отправлены на Донбасс несколько сотен тонн ценных грузов от консервов до редкой медицинской техники.